Избавить от гетто на Байкале, просят федеральных чиновников, жители Бурятии. Люди собрали более 7 тысяч подписей и отправились в Москву, чтобы потребовать отменить антинародное постановление правительства, согласно которому граница водоохранной зоны озера увеличилась до 80 километров. Накануне проблемный закон обсудили в Совете Федерации. Юлия Пермякова расскажет подробнее. Священное озеро оказалось важнее людей. В 100 селах, где проживает почти 300 тысяч жителей, теперь просто-напросто невозможно нормально жить. С вступлением в силу 368 распоряжения люди автоматически стали преступниками. Сегодня в Совете Федерации против антинародного распоряжения выступила инициативная группа из Бурятии. Сами местные жители и политики. Это положение называется экологический геноцид. То есть ради экологии мы начинаем уничтожать людей. Это неправильно. Все-таки экология – это наука об окружающем мире, которая должна создавать условия для жизни человека в первую очередь. А не ради самой природы. Варианты два. Первый – это также наделить правительство правом определять эти виды деятельности. Второй вариант – это все-таки отменить существующее распоряжение и придать границам водоохранной более четко определенный характер. В моем понимании это не должно отличаться от водного кодекса. Заложники нового закона собрали более 7 тысяч подписей и направили их в приемные на Рыжкина, Матвиенко, Медведева и основных политических партий в надежде на то, что их услышат. Правительство дало поручению Министерству природных ресурсов подготовить ответ. Ответ таков, что мы все сделали правильно и типа все, что волнение поднимается, это все неправильно. Мы занимаемся охраной озера Байкал. Получается, как будто мы, жители, живущие там веками, мы являемся вредителями. Министерство природных ресурсов тупо стоит на той позиции, что закон превыше всего. Они в упор не видят людей, которые живут на Байкале. Поэтому мое законное требование – отменить эти распоряжения, согласовать их с регионами и сделать новые документы. Я не против того, что надо охранять озеро Байкал, но я против того, чтобы это было за счет конституционных прав местных жителей. Во-первых, эта причина вызвала и массовые пожары, катастрофы. Потому что сегодня местные жители открыто говорят, теперь нам нельзя ходить в лес, нам нельзя рубить лес, нам нельзя заготавливать ягоды, нам нельзя двигаться, нам нельзя быть похороненным. Поэтому мы чужой лес охранять не будем. Арнольд Тулоханов публично выразил недоверие руководству Минприроды России. Более того, по его словам, возможно, на следующем заседании Совета Федерации поставят вопрос об исключении Байкала из списка мирового наследия ЮНЕСКО, поскольку этот статус никакой помощи не дает.